здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин основе на связи из груза лима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день начнем с внешнеполитической новости это визит премьер-министра израиля в бахрейн и как отмечали многие газеты ему там был устроен королевский прием в буквальном и переносном смысле что все отмечали тора души эту искренность надеюсь что она была непоказная с которой встречали израильского премьера фигурировали в заголовках прорыв успехи израиля и так далее и особо отмечали что наследный принц бахрейна принял приглашение нафтали беннета посетить израиль что считает просто феноменальным успехом если это произойдет скажите пожалуйста вот эта вся эйфория которая царила вокруг визита беннета она соответствует реальности я думаю что слова эйфория может быть преувеличена но конечно же есть понимание что у израиля и бахрейна есть глубокий общий интерес в сфере безопасности которые определяют дальнейшее направление сотрудничества бахрейн с его значительным шиитским меньшинством является одним из игроков на политическом поле персидского залива которые крайне серьезно относится к иранской угрозе поэтому вовлечение израиля в орбиту соглашения в рамо и премьер-министр беннетт говорил фактически открыто достаточно об этом этот аспект упомянул в интервью бахрейнской газете говорила о мощном военном потенциале израиля это конечно же в бахрейне видят как фактор укрепляющих собственную безопасность и в рамках этих отношений готовы идти далеко для того чтобы в израиле ширилось понимание чтобы хрен это действительно не просто партнер не просто там случайность политическая которая свела вместе две страны а союзник поскольку там по всемисти полагают что израильская поддержка может вскоре понадобиться ну и понятно на общем видим на общем фоне обострение конфликта садовская аравия объединенные арабские эмираты превращаются в цель для ракет террористов из емена открыто спонсированных ираном и понятно что на этом фоне желание крепить связи с израилем в том числе и на символическом уровне да тот характер приема премьер-министра израиля на его входе 1 1 визита в бахрейн готовность совершить ответ на визит в израиль и так далее все это конечно же понятно объяснимо и логично то есть в скажем в отличие от тех проблем с которыми связано например отношение израиль и иордании да в случае с участниками соглашения в рау в первую очередь эмиратами и бахрейном здесь есть действительно большая общность интересов начиная от самых искать кровных стратегических интересов безопасности которых из которых вырастает уже искать дерево сотрудничество всех остальных гражданских сфер к внутриполитическим новостям но наверное самым таким драматическим событием последние недели были столкновения и беспорядки в иерусалимском квартале шейх джарах или шимона цадик если как называют его евреи там и раньше в общем-то было неспокойно известно что до этого были очень жесткие события из-за него но сейчас поводом для очередного витка стало то что и тамар бен гвир депутат кнесто от партии цианут датит перенес туда свою канцелярию и категорически не хотел оттуда выходить все это естественно подлила масла в огонь скажите пожалуйста на ваш взгляд это что попытка вот таким образом с его стороны заострить проблему привлечь внимание властей или или просто предвыборный трюк который вылился в подливание масла в огонь михаил знаете что я думаю что здесь мы как бы должны противостоять идеи фейт-ньюс то что депутат табингвир прибыл в квартал шимон цадик тут кстати разъяснить шимон цадик и шейх джарах это не одно и то же шейх джарах достаточно большой арабский квартал в восточном иерусалиме шимон цадик это небольшая его часть приобретенная евреями достаточно на земле приобретенной евреями в 1875 году впервые затем второй раз уже выкопленный из рук арабов захвативших эту землю 1890 отсюда начинается история этого квартала так вот пребывание там депутат окнастри Тамара Бенгвира оно не стало начало не было началом конфликта конфликтом пройдет постоянно поскольку на фоне ожидаемого последнего и окончательного решения израильского Верховного суда по искам о собственности на эти дома там ведет целая компания против уже живущих там еврейских домовладельцев и арендаторов виде компания это ведется со стороны как местных жителей так и разного рода активистов и вся эта компания поддерживается и спонсируется палестинским руководством для того чтобы выгнать оттуда евреев и речь идет о забрасывании машин камнями поджогов машин и последний инцидент это была попытка сжечь еврейскую семью прямо в ее доме что и вызвало появление там депутата Бенгвира и удивительно но вслед за появлением там это мэра Бенгвира и превращением этого конфликта в публичный попаданию на первой полосы тоже начались действенные меры безопасности со стороны израильской полиции шабака и так далее которые вдруг стало ясно что можно найти виновных можно пресекать попытки нападения евреев и так далее мы должны спросить себя такой ситуации что происходит почему до того момента как и тамар венгвир который да в отличие в кавычках от всех остальных депутатов кнест ищет себе рекламу и хочет набрать себе очки стать популярным а все остальные 119 депутатов конечно же этого не делают но его появление там привело к улучшению объективной ситуации потому что касается защиты евреев еврейского имущества в сердце столицы еврейского государства города Иерусалима я думаю что вопрос надо ставить не мотивации это мэра бенгвира абсолютно понятно просто надо ставить мотивации израильских сил безопасности и их руководителей профессиональных и политических которые позволяя опять первый случай опять позволяют ситуации в этом квартале скатиться к такой реальности которая ставит жизнь и раке мощную жизнь проживающим евреев под конкретную постоянную угрозу следующая тема коронавирус он от нас пока не убежал ежедневно мы читаем сводки сколько у нас зараженных сколько тяжело больных правда цифры эти если верить статистике стабильно снижаются но вот сегодня когда мы с вами разговариваем выступил премьер-министр нафтали беннет который сказал что омикрон практически побежден я естественно не не цитирую дословно но надеюсь что точно передаю смысл сказанного и что с 1 марта будут отменены в общем-то все основные ограничения которые накладывала на нас эпидемия скажите пожалуйста на ваш взгляд это победа медицинская политическая или и то и другое я думаю что здесь в первую очередь есть внутренняя динамика волны омикрон как всех предыдущих волн есть пик и есть ее затухание как силу того что достаточно количество ли переболели а микрон как мы знаем был волной наиболее вируленной в этом смысле так и с точки зрения мер которые принимаются и так далее я думаю что здесь то что происходит в израиле не очень отличается от происходящего других странах где волна началась вот одновременно с нами или чуть раньше нас мы слышим что во многих европейских странах уже отменяют ограничения примерно в те же самые в то же самое время говорят об отказе от масочного режима в соединенных штатах там правда мы слышим что это сильно влияют массовые протесты шай канаде и понятно что в течение времени становится ясно что меры которые принимаются на уровне одной страны они менее действенны нежели естественная динамика болезнь и поэтому понятно что в ситуации где когда у нас уже есть большое количество вакцинированных когда вакцинация даже если не предотвращает заражение тем не менее существенно облегчает протекание болезни потому что мы видим продолжают картина которую рисовал на министерство здравоохранения в ходе этой волны с точки зрения заражаем состояние больных ничем не отличалась от предыдущей то есть тяжело больные почти практически целиком это люди которые не вакцинировались либо которые не вакцинировались в третий раз и срок годности в кавычках их первой вакцинации истек поэтому я думаю что здесь не столько лавры выписывать никому себе не надо это процесс процесс все больше принимает естественные рамки хочется надеяться на то что каждая последующая волна будет слабее с точки опасности для жизни и перегрузки больниц и можно будет продолжать переходить к ситуации где коронавирус станет еще одной сезонной болезнью действительно вроде гриппа как это надеялись самого начала с началом этого кризиса 2 года еще одну тему я прошу вас прокомментировать это появившиеся в сми ну по сути открытое письмо председателя верховного суда эстер хают в адрес к депутату кнесета от партии ликут давиду амсалему поводом для этого письма ответа вот амсалему стало выступление самого депутата с трибуны кнесета днем ранее в котором он в частности сказал что интересно что приняла на грудь госпожа хают я только могу догадываться о том что он имел ввиду наверное выпила вместо того чтобы говорить глупости пусть скажет прямо господин амсалем я терпеть вас не могу ненавижу вас ненавижу всех амсалемов и махлуфов намекая очевидно на то что вот представитель верховного суда расистка ненавид восточных евреев это не первый случай вот таких вот громких заявлений мы помним известно интервью мире региев тоже депутата от партии ликут в котором она говорила о притеснении в политике мизрахим скажите по и были еще ряд других аналогичных заявлений скажите пожалуйста на ваш взгляд вот эта попытка разыграть межобщинную карту это отдельные частные инциденты или же это некая политика которая начинает выстраиваться у нас что запахло выборами или дело тут другом что происходит я думаю что это не связано с выборами я считаю что дискуссия о том о месте соотносительно вас евреев восточного происхождения и ашкенатских евреев в израиле это дискуссия реальная и политики которые озвучивают конечно же преследуют свои интересы тем не менее они бы этого не делали если бы она не опиралась на реальный фундамент ощущение дискриминации и чувство что ашкенатские евреи относятся к ним как люди второго сорта присуще очень многим нашим согражданам выходцам из достаточно вообще далеко не всем конечно у меня тут присутствует в чем тут проблема проблема в том что амсалем он совершил так сказать плавный переход этот вопрос в общественных и политических к ситуации в израильском верховном суде и внеся эту эту тему то что в израиле принято называть этническом демона в дискуссию о верховном суде он на самом деле только запутал ситуацию и сделал необходимой для стороны дискуссию ошибочной и повторяя во многом поведение так не странно на американских можно сказать прогрессивных клубов где существует вот эта вот расовая обсессия где все явления общественной политической жизни даже международной это эти люди имеют тенденцию расхода через расовый призм в том числе израиль противостояния израиля с палестинцами на которые абсолютно не релевантно вот амсалем он в принципе оказался в той же ситуации потому что он начал говорить о том что якобы состав верховного суда поведение верховного суда роль председателя верховного суда в каком смысле определяется этнически сказать что исторически действительно израильский верховный суд был значительной степени комплектован из юристов выходцев из германии так исторически сложилось и сегодня тоже там сита пока еще есть большинство для выходцев из киазских общин это абсолютно никакого значения не имеет с точки зрения роли израильского верховного суда и самое главное с точки зрения дискуссии относительно этой роли по той простой причине что проблема не в том является ли это нижний представитель верховного суда истер хают на шкенадской или она не шкенадской лидеры израильский верховный суд его сторонники его лидеры борются за место этой организации этой структуры в израильской демократией доминирующие ее место идеологические противники естественно борются за то чтобы эта роль изменилась за то чтобы суверенитет и приоритет вернулся к избираемым органам власти первую очередь парламент не имеет не так давно в израильском верховном суде заседал вполне восточные в кавычках юрист бывший юридический советник правительства минахем мазуз выходец из известной раввинской семьи восточных евреев минахем азуз был верным приверженцем теории экс-председателем суда рода барака о том что все подсудим то есть и роль верховного израильского в охране нашей демократии должна быть лидирующей непоколебимее никаких проблем между ним и председателем суда с которым он служил по этническим соображениям не вызывал не происходило поэтому понятно что когда этническая тема вбрасывается в эту дискуссию она ничем никак не помогает прояснению истины и определению внутренних позиций недаром редкий для него сегодня случай председатель партии ликут экс-премьер-министр была оппозиция нутаньягу выступил с открытой критикой в адрес давида амсалема который считается одним из его лоялистов партии да и сказал что абсолютно не поддерживает позицию фактически принес извинения за амсалема председателем суда и страхают всем понятно что заменяя дискуссию по сути проблемы какова должна быть позиция верховного суда в нашей израильской политической структуре какова же быть его роль каковы его полномочия виза вид праве исполнительной законодательной власти заменяя это на дискуссию о том а там сидят ашкиназы которые не любят восточных но это на самом деле ничего хорошего для и для нашей общественной дискуссии не для будущего взаимоотношения между ветвями власти это не сулит арик спасибо за ваши комментарии всего вам доброго спасибо вам на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания херинман 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 херинман